ЕБР увеличит финансирование восстановления энергосистемы Украины. Европейский банк реконструкции и развития изучает возможность увеличения поддержки, чтобы помочь Украине преодолеть критическую нехватку электроэнергии по мере приближения третей зимы военного времени. Об этом заявила президент банка Адиль Ренобаса, сообщает видеоновости Украина со ссылкой на ее интервью Bloomberg. Российские атаки уничтожили 80% угольных электростанций и треть гидроэлектростанций, что вынудило Украину ввести масштабные отключения электроэнергии. Для домохозяйств и предприятий Центральный банк трижды сократил стоимость заимствований и ухудшил прогноз роста экономики отчасти из-за атак на энергетические предприятия. В этом месяце ЕБР выделил 300 миллионов, выделил тамандов Евро на помощь государственным энергетическим компаниям в ремонте поврежденных объектов и строительстве новых, децентрализованных генерирующих мощностей. По словам президента лондонского кредитора, финансирование еще может увеличиться. Это своего рода начало, отправная точка, она может быть выше. Мы изучаем, как мы можем оказать поддержку и развивать систему производства электроэнергии, сказала Рена Басса, отметив, что частные компании также могут претендовать на финансирование. По ее словам, ЕБР продолжит оказывать поддержку в размере от 1,5 до 2 миллиарда евро в год на инфраструктуру, энергетическую безопасность, восстановление и модернизацию. После того, как Россия перешла от атак на энергетические сети, к разрушению электростанций, бизнесу необходимо более диверсифицировать поставки, сказала Рена Басса. Экономические риски могут усугубляться мобилизационной компанией, призванной помочь отразить вторжение Кремля. «Поддержка экономики очень важна, поскольку вам нужны налоговые поступления, электричество, общественный транспорт и персонал, способный это делать», сказала Рена Басса. «Все это нужно сбалансировать. Аналогичным образом, сохранение программы Международного валютного фонда будет очень важным, и властям придется провести антикоррупционные реформы в соответствии с соглашением. Чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, помимо выплаты кредита в размере 2-2 миллиардов долларов для покрытия бюджета, на данный момент перспективы финансирования Украины до конца этого года стабильны, поскольку зарубежные партнеры, скорее всего, выполнят свои обязательства по поддержке страны», сказала Рена Басса. «Но 2025 год, особенно зима, будет непростым», сказала она. «Необходимо больше ясности относительно того, как покрыть финансовый дефицит». Напомним, Национальный банк пока сохраняет свой апрельский прогноз относительно объема дефицита электроэнергии в Украине. Ожидается, что в 2024-2025 годах он будет на уровне 5%. Также НБУ прогнозирует, что Украина увеличит коммерческий импорт электроэнергии из ЕС-сайта.